Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 14. Вопрос. 2902. «Почему вы считаете виновными в развале стране священства? Они делают, что могут. Люди приходят в храм, получают утешение, умиление, подкрепляются», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Повторяю уже не однажды, что я не считаю, не обвиняю, не сужу. Но я не могу не указать на книгу Библию, которая признана в православной церкви Божественной». А остальная уже не ко мне, а к этой книге. Она неизвестна в православии на Руси тысячу лет. То есть она есть, она стоит на полках, но ею не живут, она не руководит жизнью, с нею не сверяются практически почти никто и никогда. Вот об этом я и кричу. А она говорит, что священники в древности увели народ иудейский от Бога и Иеговы, а не к Нему. Они предали Христа, они Его не узнали и не хотят знать. Все, что делается в церкви, должно быть рассмотрено во свете Библии открытым оком. В церкви постоянно читается псалтир Давидов. И только в этой самой читаемой книге слово «слово» встречается 132 раза. Имеется в виду слово «слово Божие» то самое слово, которым мы спасаемся, которым и будем судимы. О покойниках молятся постоянно, заказываются раковусты, то есть чтобы за деньги был прочитан псалтирь 40 раз. То есть 5280 раз слышится напоминание о спасительном слове Божием. И ни один мускул не дрогнет. А сколько же псалтири за год было прочитано в храме в стране за тысячу лет в России? Миллиарды раз. И ни разу не возопили о том, чтобы Библия стала светом и руководителем жизни реальной, а не для мертвецов, которым от этого чтения уже мало пользы. А слово-то Божие и не проповедуют священники. Они его устранили и заменили богослужением. Под видом благочестия процветает тьма и дикое невежество. Евангелие Теана 12.48. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Иоанна 5.3 «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». 1 Коринфянам 15.1.2 «Напоминая вам, братья Евангелия, которые Я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как Я благовествовал вам». Если только не тщетно уверовали. 1 Иоанна 2.5 «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем». Вот только несколько мест из Псалтири, говорящий об исключительном месте Слова Божия в жизни не только праведника, да и любого человека. Псалом 55.5 «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Псалом 55.11 «В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его». Псалом 76.9 «Неужели навсегда перестала милость Его, и пресеклось Слово Его в рот и рот?» Псалом 102.20 «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его». Вот только несколько мест из 118-го Псалма о любви Давида к Слову Его, а таких мест только в этом 118-м Псалме 44. Псалом 118.9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему». Псалом 118.11 «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118.50 «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Псалом 118.67 «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». Псалом 118.105 «Слово Твое светильник ноге моей и свет стызе моей». Псалом 118.114 «Ты, покров мой и щит мой, на Слово Твое уповаю». Псалом 118.114 «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Псалом 118.147 «Предваряю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю». Псалом 118.148 «Подожди, подожди, подожди». Псалом 118.147 «Предваряю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю». Псалом 118.148 «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Псалом 118.172 «Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Псалом 118.158 «Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слово Твоего». Псалом 118.160 «Основание Слова Твоего – истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Псалом 118.162 «Радуюсь я Слово Твоему, как получивший великую прибыль». 118.172 «Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Утешение, умиление, слезы есть во всех сектах в мусульманстве, в буддизме. Это еще не говорит, что Дух Святой привел к желаемой пристани. Только живое общение с Богом в Духе Святом, в Церкви, через Слово Его, Святое, вводит в радость истинную. «Желаю ли ему продления жалкой жизни, а врага умею, не жалеть, не унижая. Желаю ли ему продления жалкой жизни?» «Так подожди, Сергей, Сергей, ты не расставляешься». «Врага умею ли жалеть, не унижая, желаю ли ему продления жалкой жизни? А может, радуюсь, когда его зажали, и в сладость мне день памяти и тризны? Не позабыть, как враг топтал посевы, травил, уничтожал моих цыплят. Его клевреты на меня насели во всех судах, куда не брошу взгляд. И спакостили все до горизонта, афиши о занятиях срывали. Плодились мошкарою злые сонные, скрывали на пути моем провалы. Естественно, желание дать им задачи, чтобы Бог привел к спасению очерствелых. Их статус в гневе вмиг переиначил. Конечно же, отмерено за дело. И вдруг Иисус, Ему я доверяю, молиться заповедал о врагах. Он сам без нас их в гневе покарает, шибет, подпилит острые рога. Враг голоден, не дай же помереть. Он жаждет, не жалей воды студеной, чтобы покаяние предупредило смерть. Провидца к совести, давно уже сожженной. Добро творя и пользу подождем, смягчая нравы, вепря и дракона. Слова евангельские пусть падут дождем. Не мстить по новому небесному закону. Отмщенье мне, глаголит Иегова. Я сам расправлюсь, в порошок сотру. Прижмемся к бровке, пусть нас враг обгонит. Одетый нераскаянием, давно сотлевший труп. Попытка оживить его добром, быть может, не смягчит, а раззадорит. Что из того, пусть молния и гром, зовут поревновать о мести горнем. 21 декабря 2005 год, Игнатий Лапкин Гребен